Доброго времени суток! О торговле в игре и о паках уже много роликов сделано. Рейтинги паков, самые дорогие паки, самые выгодные паки, самые быстрые паки и так далее. Было много различных изменений, патчей и в итоге мы пришли к тому, что самые дорогие паки – это паки с наиболее дальней локацией в боевую факторию. Для Востока – это руины Харихарал, например, в Инистру. Но чаще всего возят Хазиру в полуостров Рассвета. Для Запада – это долина цветущих прудов в полуостров падающих звезд. Чем меньше боевых локаций проезжаем, тем ниже цена пака. С этим-то все понятно. Далее у нас в длительное время была разница прибыльности пака внутри одной локации. Мы знали, что ДЗ паки – это топ. На весы, компосты тоже неплохо, но поменьше. Время идет, меняется торговля, цены на аукционе, на те же ресурсы и так далее. Все это влияет в итоге на конечный результат. И мне снова стало интересно. А какой топ паков внутри одной локации? Не вообще всех паков между собой, а какая разница прибыльности паков внутри одной локации? Я взяла паки Долины цветущих прудов, посмотрела цены на сдачу и стоимость ресурсов на аукционе, посчитала прибыль. Каждый тип пака, производимый в локации, кроме своего набора ресурсов, имеют еще и свои затраты очков работы. Паки за дельфийские звезды – это 108 очков работы на крафт при прокаченной торговле. Вторые региональные паки, которые без дельфийских звезд, потребуют 30 очков работы на крафт. Компосты – 36 очков работы, ротондовые паки или паки оригинальной общины – также 36 очков работы. А еще у нас есть и рукодельные паки, оно же вексельное. Там вообще 360 очков работы. А еще есть навесы, где есть свои затраты очков работы. 39 ОР сбора навеса, крафт – еще 39 ОР. Поставили на землю вне пугала – вот вам еще 5 очков работы. И так набирается в итоге 83 очка работы. Но едино тут то, что сдаем любые паки по 42 очка работы. И вот чтобы сравнить все эти разные группы паков между собой, я решила сравнить прибыль на одно потраченное очко работы. И собственно результат меня несколько удивил. Но с другой стороны, если смотреть мои предыдущие розлики про пакули, вывод на самом деле просматривался уже там. Все посчитанные мной группы паков выдавали примерно один результат. А именно примерно 20 серебра за 1 очко работы. Где-то было 23 серебра, где-то 20. Но все примерно укладывались в 1. Мы когда возим паки и сдаем их на факторию, сбиваем процент, а значит не все паки у нас сдается только по 130. А также и у ресурсов на аукционе бывают падение цены и подъем. Меня несколько удивило, что ротондовые паки и компоста долины цветущих прудов показали наиболее лучший результат, чем паки за дельфийские звезды. В долине цветущих прудов не производятся вексельные паки. А они очень популярны среди игроков. Ведь это пак, за который можно получить аж 98 голд при сдаче в полуострове падающих звезд. Это в два раза больше, чем пак за дельфийские звезды. Для сравнения я взяла вексельный пак с леса Гвинидар и по максимальной цене сдается он в полуострове падающих звезд. Вся загвоздка данных паков векселя. Векселя можно получить по квестам на домах, за семейные квесты, квест защиты полуострова и квесты на досках возле дома региональных общин, а также это награда за осады на замках. И чем дешевле вам обойдется вексель, тем лучше. Но это не единственная проблема. В составе паков масла первого уровня. На аукционе масла стоят примерно по 12 голд за штуку. И если делать квесты, получать векселя и покупать масла, затраты на крафт пака составят почти половину стоимости пака на фактории. Крафт пака 360 очков работы, сдача еще 42 очка работы. Итого мы приходим к тому, что за одну очку работы мы получим примерно 0,13 голд. А это за месяц минус 10 тысяч голд в сравнении с компостами или дельфийскими паками. Однако именно трактора с векселями душат факторию в полуострове падающих звезд во время перемирия на локации. Они облепляют торговца и хозяева ждут обновления процента, не подпуская никого другого, чтобы первыми сдать по максимальной цене. Да, если подумать, как снижать затраты на вексельные паки, уменьшить стоимость того же векселя, уменьшить стоимость масел, то можно как-то и поднять эту прибыль. Однако, как показывает практика, доходность вексельных паков появляется при игре на твинах. Твины крафтят масла, выращивают ресурсы и т.д. Но все равно это очки работы, это оплата премиума и многие другие затраты, не считая того же риска бана персонажа. Каким же в итоге выводом мы придем? При сравнении паков между собой, в частности паков Долины Цветущих прудов, мы имеем примерно одинаковую прибыль. Паки за Дельфийские звезды могут и не быть при таком рассмотрении более выгодными, чем другие. Надо проверять и считать. При наличии времени можно возить любые паки с локации. Главное, чтобы цена на фактории вас устраивала. Даже многим ненавистные навесы, я считала именно медовые навесы, равны по прибыли. Но учитывая то, что на многих серверах на факториях часто нет именно навесов, то сдаются они всегда по 130% и быстро обновляются. Вексельные паки на голову ниже по прибыли, чем пусть даже самые простые компосты или навесы. И второй вывод. Несмотря на то, что все паки примерно равны между собой по голде, то вот по времени затраченным на перевозку уже отличаются. Дезешных паков примерно в день можно будет отвезти около 4 тракторов, а компостов около 8. Сейчас на многих серверах на факториях прямо беда настала. Прокачивая помощников, некоторые игроки загоняют просто чудовищное число паков на фактории, убивая цену там до 60% и накапливая порой по 600 и более паков одного вида. Я же полностью сейчас перешла на навесы, но слежу за ценами на факториях и при наличии нормальной цены подвожу и другие паки. Короче, не зацикливайтесь на чем-то одном. Скиньте себе на почту реса для разных паков и возите в зависимости от цен на фактории. Если возить только от максимальной прибыли, то на самые дорогие паки всегда сбита цена, так как тех же помощников засылают возить паки, например, с долины цветущих прудов в полуостров падающих звезд. Помощника-то не гопнут. Приятного вам времени в игре, чтобы в вашем каркмашке Руру всегда что-то позвякивало. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!